Добрый вечер, господин Березовский, если вы нас слышите и готовы начать беседу. Я вас слышу и даже на экране вижу. И на экране бачит. Спасибо, что согласились принять участие. Я начну с первого вопроса, который хочется задать сразу же после скандального фактически заявления Леонида Кравчука, первого президента независимой Украины. Финансировали ли вы в каком-либо виде избирательную кампанию в Украине? Ну, естественно, я никогда не скрывал, что я с самого начала поддерживал и идею украинской революции, демократической, и тех людей, которые эту идею реализовывали. И эти люди обращались ко мне за помощью. Они приезжали сюда в Лондон. Мы встречались не только в Лондоне, и в других странах встречались. И я действительно оказал им поддержку. Когда вы мне задаете вопрос, оказывал ли я финансовую поддержку, я же прекрасно понимаю смысл этого вопроса. И понимаю то значение, которое может иметь ответ. Действительно ставится вопрос о том, что, а законно ли вообще финансирование такое было, если оно было, поскольку по украинскому законодательству запрещается запрещается финансирование выборной кампании из-за рубежа. Поэтому... Испомин Березовский, тогда кто эти люди и какую помощь они от вас получали в таком случае? Эти люди, я называл их фамилии уже неоднократно. За эту помощь обращался и президент Украины Ющенко, и обращался Жвания, обращался Бессмертный, обращался Третьяков. С некоторыми мне удавалось встречаться лично, с некоторыми я и такой возможности встречаться не имел. Но я все-таки хочу при этом сказать одну важную вещь. Ведь вопрос стоит сегодня значительно глубже. Вопрос стоит о том, что есть конфликт между Ющенко и Тимошенко, и кто хочет играть на этом конфликте. Кто хочет раскалывать, или кто-то хочет, наоборот, сближать позиции двух лагерей внутри сегодняшней украинской власти. И в этом, мне кажется, принципиальный вопрос. Вопрос в том, кто поднял этот очередной скандал. Кому он выгоден в Украине и за ее пределами. И каковы могут быть последствия. Это вопрос, который, видимо, ответ на который. Ответ на этот вопрос я услышу от вас сегодня, надеюсь. И все-таки, какую именно помощь оказывали вы? Финансовую, либо какую другую? Это очень важно. Я уже опять отвечал на этот вопрос, когда мне позвонил Леонид Макарович и сказал, что на украинском информационном сайте появились платежки. И спросил, имею ли я отношение к этим платежкам. Я дал ему совершенно понятный ответ. После того, как я проанализировал эти бумаги, я сказал, что да, эти документы принадлежат компаниям, под которым мне, как источнику денег. Но я сказал, что я воздерживаюсь от комментариев по поводу адресата. И воздерживаюсь по вполне понятным причинам, поскольку хочу быть конструктивным в украинской, так скажем, политике, а не деструктивным. Я хочу просто вам напомнить истории пленок Мельниченко, которые в конечном счете стали сводиться к тому, а нужно вообще это Березовскому, зачем? Зачем он передает эти пленки? А цель была абсолютно одна, помочь в расследовании дела Гангадзе, что и было сделано. То есть по факту мы, фонд гражданских свобод, я лично, показали, что мы не какую-то интригу разыгрываем на Украине, что не хочу делать и сегодня. А хочу искренне помочь тому начавшемуся процессу построения нормального и эффективного государства, лидерами которого были и Ющенко, и Тимошенко. Господин Березовский, у меня вопрос по, вот вы сами затронули эту тему, пленки Мельниченко. Почему вы вдруг стали фигурантом этого процесса? Вас там не было с самого начала. Почему вдруг Березовский заинтересовался и записями Мельниченко, и расшифровкой, и всем остальным, о чем поведали потом ваши соратники и господин Мельниченко? Здесь как бы доброе намерение, вряд ли о них можно говорить, потому что в таком случае нужно было идти с самого начала. Когда скандал был, когда в него был втянут весь украинский эстеблишмент, тогда вы не фигурировали. На сегодняшний день это выглядит как очень удобный инструмент влияния на украинскую политику. Ну вы как бы сами себе противоречите, должен вам заметить. А я сейчас просто поясню. Поскольку именно тогда, когда скандал и был, и для того, чтобы разрешить этот скандал, мы добровольно передали все пленки, подчеркиваю, да, и мы были первыми, кто абсолютно законным образом передали эти пленки украинской власти для того, чтобы она провела собственное расследование. И сегодня именно благодаря фонду гражданских свобод все пленки, без исключения, находятся в распоряжении украинской власти. Это первое. Второе. Вы, по-видимому, забыли, что инициатива принадлежала не мне, а Мельниченко, когда он оказался за пределами Украины, как он сказал, ему не на что было жить. И еще там в 2000 году он пришел ко мне в 2001 году и попросил помощи. И я тогда был уверен, что рано или поздно режим Кучмы падет. И тогда действительно эти пленки могут оказаться важным инструментом в расследовании преступлений режима. Для меня, конечно, удивительно, что и сегодня, несмотря на все обещания, которые были даны на Майдане, дело Гангадзе никуда не продвинулось. А вы помните, что были даны три ясных обещания на Майдане. Дело Гангадзе расследовать, отравление и определить, кто совершил попытку государственного переворота на Украине, фальсифицировав выборы. Ни одно из этих обещаний не было выполнено. То, что делали мы, это документировано. Мы реально передали в распоряжение украинской власти всю информацию, которую располагал Мельниченко. Господин Березовский, возвращаясь к первому все-таки вопросу. Да, нет, вы финансировали события на Украине. Я уже сказал, что я... Либо не финансировали. Вы говорите, я поддерживаю, я тоже поддерживал революцию. Знаете, я могу тоже так сказать. Одну секунду. Я сказал, что я не отрицаю факта, да? Я не отрицаю факта, но я не подтверждаю его сегодня. Оказывали ли вы финансовую поддержку? Одну секунду. Одну секунду. Я совершенно четко сказал, что я буду комментировать. Оказывал я финансовую поддержку или не оказывал, после того, как я услышу комментарии, тех, с кем я общался на эту тему. Я еще раз подчеркиваю, господин Жвами, господин Бессмертный, если пожелает президент и господин Третьяков. Вот те фамилии, которые я называю. И я не хочу еще раз, я говорю вам, открыто еще раз не хочу инициировать эту историю. Я хочу наоборот сделать так, чтобы конфликт, который сегодня возник внутри украинской власти, не расширялся, а уменьшался. Вы не хотите отвечать на вопрос, финансировали ли вы, либо не финансировали. Здесь поле для... Да, сегодня я не хочу отвечать на этот вопрос. Я хочу дать ответ, чтобы первыми право на этот вопрос имели ответить те люди, фамилии которых я упомянул. Встречались ли вы с Третьяковым в Лондоне? С Третьяковым я вообще никогда не встречался. Я встречался в Лондоне, не только в Лондоне, с Жвани и Романом Бессмертным. Понятно. Ваше заявление, ну фактически ваше появление в том, что происходило после отставки государственного секретаря господина Зинченко, фактически следовало после того, как первым сделал свои заявления Бродский, потом Зинченко, отставка и то, что мы видим сегодня. Это выглядит на самом деле как звенье одной цепи и заява Бродского, и заявление Зинченко, и все, что следует далее. Вы являетесь звеном этой цепи? Ну вы знаете, я не первый раз наблюдаю склонность к конспирологии на Украине, правда не только на Украине, но и в России то же самое. И я считаю, что безусловно, здесь есть некоторая логика, логика, которая продиктована теми, кто хочет по существу нанести удар по украинской революции. И хочу вам совершенно ответственно заявить, что господина Бродского я в первый раз увидел в Израиле, встреча была по его инициативе, и просто в первый раз его увидел. С господином Зинченко, честно сказать, даже не помню, может быть я встречался во времена еще Ельцина, когда приезжал на Украину, но точно не видел его последние лет 7-8, и точно с ним ни разу не разговаривал. Поэтому еще раз говорю, может быть это и есть звенья одной цепи, хорошо срежиссированные последовательности событий, точно не мной и точно теми, кто хочет нанести ущерб Украине. В таком случае вопрос элементарный, это ваши неожиданные разговоры по телефону с господином Кравчуком и неожиданная встреча с Бродским. Если вы говорите, что так поддерживаете горячо украинскую революцию, как вы ее называете, то для чего вам встречаться с теми, кто сегодня обвиняет президента в коррупционных связях или его окружении в коррупционных связях? Грубо говоря, это сделал Бродский, вы с ним встретились. Вы поговорили по телефону с Кравчуком, и мы имеем на сегодняшний день новый скандал. Кравчук говорит о том, что вы якобы финансировали выборы президента, то есть помогали Ющенко стать президентом. Не проще ли было просто не говорить с этими людьми, чтобы избежать каких-то интерпретаций? Вы знаете что, я никогда не боялся говорить ни со своими оппонентами, ни со своими даже врагами. Более того, я занимаюсь публичной политикой, вопреки попыткам утверждать, что я занимаюсь подковерной политикой. И если вы посмотрите на все, что я делал в политике за последние 12 лет, это все написано черным по белому в наиболее популярных средствах массовой информации. Не видел никакого основания разговаривать с президентом Украины, господином Кравчуком. Первым президентом, как вы называете, Украина, хотя президент не бывает ни первый, ни последний. Не видел никаких оснований не разговаривать с господином Бродским, который очень близок к госпожи Тимошенко, который я очень уважаю, ровно так же, как уважаю господина Ющенко и его, и ее за их мужество. И поэтому считал и считаю, и буду в этом же духе продолжать, что да, действительно, я искренне поддерживаю украинскую революцию по одной единственной причине, должен вам заметить, потому что я считаю, что украинская революция демократическая важна для моей России. И я даже написал такую статью, которая так и называется «Судьба России решается на Украине». Поэтому не считаю это, то, что происходит на Украине, для меня безразличным, и буду продолжать заниматься вот такой же поддержкой. И точно считаю, что моя поддержка полезна, а не вредна. И я это смог доказать, и в том примере, который я вам приводил, и в том, что я делаю сегодня. Поэтому я не буду уходить от разговоров ни с одним из тех, кто сегодня реально участвует в украинской политике. — Можно ли говорить о том, что ваше появление в украинской политике, а оно на сегодняшний день достаточно активно, это оправданный процесс и закономерный процесс, поскольку вы не являетесь гражданином Украины, вы только декларировали желание приехать, но визу до сих пор не получили. — Ну, я думаю, что действительно совершенно закономерный и оправданный процесс, и просто наша сегодняшняя встреча по вашей просьбе, не по моей, да, вы ко мне обратились с просьбой прийти к вам на Пятый канал. Значит, вы считаете, что вашим зрителям будет это интересно. Таким образом, вы объективно сами меня делаете фактором украинской политики. — Достаточно хитрый ответ, я должен признать, господин Березовский. — Что значит, что здесь хитрый? Он точный или не точный? Или я что-то переврал? Вы меня пригласили, или я к вам напросился? — Ну, прежде чем появиться в эфире Пятого канала, достаточно было встретиться с господином Кравчуком, или поговорить по телефону с господином Кравчуком и встретиться с господином Бродским. Этим спровоцировать свое появление в эфире Пятого канала. Я не думаю, что вы не согласитесь с этим утверждением. — То есть вы хотите сказать, что вы легко поддаетесь на провокацию, что ли? Не поверю. — Нет, я говорю о том, что можно свои действия четко планировать. Тем не менее, мы сегодня имеем еще одно заявление. Это заявление господина Порошенко, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он говорит о том, что бывшие высшие чиновники Украины реализуют план по, как он утверждает, силовому смещению существующей власти. То есть, грубо говоря, свержению президента Ющенко. Знаете ли вы что-то о подобных планах и как вы это прокомментируете? — Я знаю о других планах. Я знаю о планах силового отстраняя от власти Юлии Тимошенко. Мне ничего не известно о попытке силового отстраняя от власти действующей президента Украины. — Откуда вам известна Юлия Тимошенко? — Юлию Тимошенко я знаю очень давно. С тех времен, когда работал замсекретаря Совета безопасности Российской Федерации. И с тех времен, когда я был исполнителем секретарем Содружества независимых государств. — Откуда вам известно о силовом устранении Юлии Тимошенко? У нас минута осталась. — Мне известно это от господина Живания. Господин Живания неоднократно мне говорил о том, что, безусловно, после завершения революционного процесса Тимошенко будет отстранена от власти и никогда не станет премьер-министром Украины. Более того, он сказал, что мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении силы, мои, Порошенко, для того, чтобы не допустить Юлию к власти. — То есть сегодня вы фактически находитесь на стороне Юлии Тимошенко, когда тоже обвиняете в каких-либо коррупционных действиях, либо в незаконных соратниках президента? — Вы знаете, конечно, можно и в таком духе продолжать беседу, когда вы передергиваете мои ответы. Я никого не обвиняю. Вы мне задали вопрос, я вам на него прямо ответил, но вы решили его прочитать по-своему, ну не знаю, с какой целью. — Вы об этом рассказали Бродскому. — Я тоже сказал Бродскому. — А до этого вы не имели за... то есть как необходимость сделать публичную информацию до этого, да? — Что значит как публичную информацию? Мне задали вопрос, я на него ответил. Вы мне задали вопрос. — Но если вы раньше знали о том, что Юлия Тимошенко... — Вы же меня не приглашали раньше в студию. — Ну, такова жизнь. — То есть если вы знали о том, что Тимошенко собираются насильственным путем устранить, то вы об этом раньше заявить не могли. Хотя мы должны это делать по закону. — По какому закону это должен делать? По закону стукачей, что ли? — Нет, по украинскому закону, если вы знаете об угрозе жизни. — Если у вас такой... — Если вы знаете об угрозе жизни... — Вы не слышите, по-видимому, то, что я говорю, да? — Я очень хорошо слышу. — Я сказал, что слабая борьба за власть, и было сказано, что Юлия Тимошенко обязательно отстранят от власти. Это называется угроза жизни? — Ну, вы только что говорили о насильственном свержении Юлии Тимошенко. — Значит, отстранении? — Ну, насильственном отстранении. То есть это нельзя говорить о покушении на Юлию Тимошенко? — На сегодняшний момент нет. — Хорошо. Большое спасибо. Если у нас будут вопросы, мы с радостью еще раз вас пригласим в итоговую программу «Час» на пятом канале. Большое спасибо вам за общение, господин Березовский. — Всегда к вашим услугам. Спасибо.